Ребят, я тут заново начинаю стримить на ютубе, и если вам интересно, ссылочку на стрим я оставлю в описании. Всем привет, друзья, меня зовут Дима, и добро пожаловать прямиком в Лондон, на ту самую карту, в которой мы играли буквально парочку дней назад. И сразу же хочу вам сказать одну очень плохую новость. Это то, что мы с этой карты, скорее всего, будем сбегать с помощью бунта. Ну, наверное, плохая она, наверное, только для меня. А для вас бунт это, скорее всего, весело. А мне, чтобы провести этот самый бунт, чтобы его устроить, надо очень много готовиться, надо сделать как минимум 4 вещи. Об этих вещах я уже говорил в прошлой части, это надо, во-первых, накачаться самому, найти банду, найти очень много скотчей и скрафтить себе броню. И только после этого, когда у меня будут эти 4 составляющие, я тогда смогу устроить успешный бунт. Блин, единственное, но мне потребуется реально, ну, очень много скотча, ни один, ни два. А мне потребуется, наверное, скотчей 6. Это реально очень много, и мне для этого потребуется очень много денег. И здесь уже появляются проблемы, потому что с деньгами у меня все очень плохо. В прошлый раз меня, по-моему, уволили с работы, потому что я ее просто не успел выполнить. И теперь мне придется, наверное, либо устроиться на новую работу, что вряд ли я сегодня успею сделать, либо взять задание у Сизова, а Сизый хочет, чтобы мы избили логопеда. И тут сразу два, но, во-первых, я никого избивать не буду, а во-вторых, я никого не буду избивать всего лишь за 15 долларов. Черт возьми, это очень мало за задание, тем более такое сложное. Пойдем, наверное, тогда просто побродим по этой тюрьме. Мне надо найти то место, где я смогу устроиться на работу. И вообще, посмотрим, какие здесь вакансии есть. У нас здесь есть садовник, работа вообще остойная, весь в портной уже получше. И библиотекарь тоже нормальная работа, но все они пока что заняты. Если я и буду устраиваться на какую-то работу, то это будет уже в следующей части. А сегодня я тогда, наверное, буду просто качать интеллект, чтобы устроиться на эти самые работы. Пойдем тогда посмотрим, что там у нас в столовой творится. Я слышу там какие-то драки. Возможно, я смогу найти какой-нибудь скотч. Здесь у нас два трупа, два оглушенных парня. Я нахожу один файл. В комментариях, по-моему, мне писали то, что для побега мне подриваются кусачки. И, блин, у меня есть уже целых два файла. Отлично. Давайте тогда пойдем для начала к себе в камеру. Этот файл я оставлю в туалете. И будем обыскивать столики заключенных. И будем надеяться на... Вау! Третий файл. Вау! Вот теперь надо, чтобы моя удача сохранилась. И надо, чтобы мы нашли еще целых три скотча. Тогда будет уже очень классно. Только я вот не знаю, где я их буду хранить. Потому что реально мне потребуется скотча так пять. А вот где я его буду хранить, я понятия не имею. Так, давайте, наверное, заберем биту, зажигалку и шоколадку. Возможно, эти предметы мне когда-нибудь потребуются в будущем. Биту, наверное, оставлю себе. Вдруг придется с кем-то драться. А сам пойду дальше. У меня, в принципе, остается нормально так камер. И надеюсь, я смогу найти хотя бы один скотч. И у меня уже совсем упал интеллект. Надо бы сгонять в библиотеку. И есть! Один скотч уже есть. А это значит то, что... Во-первых, этот скотч мне нужен для кусачек. А во-вторых, он мне просто нужен. И у меня просто нету места, где я его могу безопасно хранить. Так что я на свой страх и риск, наверное, оставляю его в стольке. Хотя нет. Я просто сейчас зайду в соседнюю камеру и оставлю этот скотч в соседнем туалете. Отлично. Через полчаса, по идее, у меня будет перекличка. Так что теперь на перекличке мне придется постоянно смотреть, кого они будут проверять. Чтобы, если что, меня не спалили. Сейчас проверяю последние столики. Наверное, зря я пропускаю гребни все. Потому что гребни мне потребуются для того, чтобы я подружился с моей бандой. Да, надо уже заводить банду, потому что уже второй день, уже середина второго дня. А банда мне потребуется реально очень большая. Мы нашли металл и у нас есть скотч. И если у нас, в принципе, будет много интеллекта, мы сможем скрафтить себе броню. И вот это уже круто, это уже просто офигенно. Я, кстати, нашел библиотеку. Давайте посмотрим, сколько у нас интеллекта. У нас 26 всего лишь интеллекта. А для того, чтобы скрафтить мне броню, по-моему, мне потребуется 50 интеллекта. Возможно, я, конечно, ошибаюсь, но... Но давайте сначала хотя бы прокачаем 30 интеллекта, чтобы я смог скрафтить себе молоток в носке и мог его кому-нибудь подарить. Все, 30 интеллекта у нас уже есть. Скрафтим молоток в носке или же мыло в носке. И, наверное, идем уже к перекличке. И будем выбирать того счастливчика, с которым мы будем дружиться. Мне, наверное, потребуется банда... А, господи, здесь же другое расписание. Сейчас у нас тренировка, точно. И тренировку нельзя пропускать ни в коем случае, потому что мне потребуются, ну, вообще топовые характеристики, чтобы я смог успешно устроить бунт. Опять же, я очень сильно рад, что здесь есть груша. И реально с грушей я смогу, ну, очень быстро накачаться. Давайте посмотрим, кто здесь ко мне более-менее хорошо относится. И мне кажется, мы будем дружиться, скорее всего, с логопедом. Хотя, ну вот никто ко мне хорошо не относится, у всех ники одинаково желтые. И давайте подружимся реально с логопедом. Почему бы и нет? Подарим ему один молоток в носке, подарим ему два гребня. И, можно сказать, один друг уже у нас есть. Один друг из четырех. Стоп, подождите, а из скольких мы человек банду можем создавать? Из трех или из четырех? Я вот не помню, я реально очень давно не устраивал бунт, очень давно не собирал себе большую банду. И уже подзабыл немножко. Из трех человек, по-моему, мы точно сможем что-то сделать. А вот насчет четверых я уже, по-моему, подзабыл. Так, мы нашли себе хлорок, нашли еще одни чернила. Просто замечательные дела идут на нас пока что. Это все оставляем здесь, так же, как и наш тальк. И, наверное, пойдем в последнюю камеру, посмотрим, что там есть. Я хочу, опять же, найти еще один скотч. Но если я его, опять же, сегодня не найду, ничего страшного. Я за сегодня нашел и так очень много предметов. Я нашел целых три файла. Ну, два файла и один скотч. И это уже прям замечательная серия. Еще одни чернила мне не нужны. Заверу, наверное, медовый пончик и часы. Пончик, вот не знаю, либо сам съем, потому что у меня очень много усталости. Либо кому-нибудь подарю, ну, лучше сам съем, реально. Идем дальше. У нас остается буквально две камеры, два столика. Нахожу один клей, гвозди, которые мне вряд ли понадобятся, потому что никакого оружия из гвоздей я собирать не буду. Еще один гребень забираю. И тут как раз уже офицер зашел к нам. Но мы уже все украли. Идем и ищем ребят, с которым мы будем дружиться. И у хирурга тут есть задание отвлечь его в душе. Замечательно, отличное задание. Так, ладно, у меня есть еще одно задание у адвоката. Надеюсь, оно поменялось. Найти ему батарейку. За сегодня я, по-моему, не видел ни одной батарейки. Но могу ошибаться. Да, могу ошибаться. У нас 78 усталости. Я думаю, сейчас опять одной тренировки не будет. Сейчас, скорее всего, будет у нас ужин. Да, через час. Так что пока я пойду в библиотеку и просто покачаю себе интеллект. Нет у нас пока что 38 интеллекта. И я хочу скрафтить себе броню сегодня. Так что, наверное, всю вторую половину дня я проведу в библиотеке. Но, опять же, у меня очень много усталости. И мне надо ее где-нибудь сбросить. А также мне надо найти какого-нибудь парня, с которым я буду дружиться. И которому я солью вот эти вот все классные предметы. Шайба, почему бы... Нет, я не хочу с шайбой дружиться. Давайте сгоняем до своей камеры. Посмотрим, кто там у меня напарник, то есть сокамерник. И у меня в камере находится, находится артист. Вот как раз с артистом я и буду теперь дружиться. То есть у меня, можно сказать, уже есть банда из двух человек. Это хирург и артист. Главное сейчас не забыть найти этого артиста и не забыть подкрепиться самому. Потому что у меня усталости, но очень много. Задания у ребят поменялись. Артист хочет просто какой-то фигни. Сизый тоже хочет, чтобы я кого-то там избил. А шайба хочет, да, тоже, чтобы я кого-то избил. Артист, иди сюда, держи тебе одну биту. Держи тебе, наверное, два гребни. А часы я пока оставлю себе. Избили циклопа нашего одноглазого. Тут у него... Тут медведь и циклоп лежат? Окей. Давайте их... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно. Никто меня не палит. Так, у циклопа есть классная заточка. Вау! Эти оружия одинаково наносят урона. Но мне стеклянная заточка нравится намного больше. Но опять же, наверное, подбирать я её... Нет, я её заберу, конечно. Я её подарю. А использовать её не буду. Пойду, наверное, пока что в библиотеку. И постараюсь себе прокачать 50 интеллекта. Надеюсь, именно 50 интеллекта мне потребуется для того, чтобы я смог скрафтить себе эту самую броню. Если у нас уже сегодня будет броня, то получается мы уже сделали один пункт из четырёх. Да, и получается то, что у меня запрещенных предметов будет намного меньше. И мне их легче будет хранить. Что-то мне подсказывает то, что на броню надо побольше 50 интеллекта. Но сейчас мы, в принципе, это проверим. У меня уже 51 интеллект. Прокачаем чуть-чуть побольше, потому что интеллект у нас имеет свойство быстро падать. Всё замечательно. У нас 53 где-то интеллекта. Бежим в камеру, забираем. Лист металла, забираем клейкую ленту. Теперь мы снимаем свой наряд, свою робу заключённого. Идём в крафт и пробуем это дело скрафтить. Давай. Господи, у меня недостаточно интеллекта. Сколько надо интеллекта? Я серьёзно не помню. И сейчас сворачивать игру, чтобы посмотреть, что там мне потребуется, я не сильно-то хочу. Я тогда просто предлагаю вернуться назад в библиотеку и прокачать ещё немного интеллекта, потому что я хочу заполучить броню именно сегодня. Потому что если у меня будет броня, это будет просто офигенная серия. То есть сегодня мы почти завели себе банду. Мы нашли дофига всяких предметов. Мы скрафтили броню и мы завели банду. Надеюсь, я не повторился. Да, просто офигенная серия. Но броня, пожалуйста. У нас сейчас 65 интеллекта. Давайте попробуем. И мне кажется, мне надо около 70 интеллекта. Да, чёрт, у меня ничего не получается. Давайте я поставлю на паузу и посмотрю, сумею ли я сегодня скрафтить эту самую броню или же нет. 80. Ровно 80 интеллекта мне потребуется для крафта этой самой вещи. И всего лишь 15 интеллекта мне потребуется, но я уже очень сильно устал. Давайте быстренько найдём душ. И у меня остается буквально 1 час до вечерней переклички. И чёрт возьми, всего лишь 15 интеллекта отделяет меня от самой заветной вещи. Как раз у нас сейчас душ. Давайте быстренько туда сгоняем. Я уже забыл, где он находится. Мне надо, кстати, одеться. Я это сделал чуть попозже. И у меня есть 25 долларов, на которые, скорее всего, я ничего купить не смогу. Блин, у нас есть задание отличий хирурга в душе. Но сейчас у меня с собой очень много всяких запрещенных предметов. И если я вдруг буду неосторожен, если вдруг меня не забьют, я все эти предметы потеряю. Ладно, давайте всё-таки рискнём. Сейчас я подожду, пока я сам сброшу свою усталость. Возьму, может быть, ещё парочку заданий, если они будут хорошими. Да, они просто даже не поменялись. Нападаю на Грома и сразу же просто убегаю. Офигенно. Всё просто супер. Задание не выполняется. Но что ж я поделаю. Задание просто не выполнилось. И стоять на перекличке сегодня я не очень сильно хочу. Я, конечно же, понимаю то, что, возможно, там меня сегодня проверяют. Возможно, я... Кстати, меня сегодня проверяют. Я даже, когда находился в библиотеке, увидел это. Окей, меня сегодня проверяют. И надо бы мне побыстрее свалить из библиотеки. И уже, как бы, спрятать те предметы, которые лежат у меня в туалете. Так, меня эти люди уже немножко палят. 70 интеллекта. И, ой, нет, неужели я не скрафчу? Неужели я не скрафчу сегодня эту самую броню? Чёрт возьми. Да вы издеваетесь, серьёзно? Я очень сильно хотел её скрафтить. Но, блин... Ну, я считаю то, что сегодняшняя серия у нас, ну, очень удачная. Потому что... Потому что мы добыли очень много файлов, которые мне потребуются для крафта кусачек. Мы добыли один скотч, одно железо. И прокачали уже целых 70 единичек интеллекта. Это очень много. Так что, я думаю, в следующей части мы уже прям с самого начала дня побежим. Прокачаем эти 10 интеллекта. Раскрафтим себе броню. И тогда после этого надо будет просто найти очень много скотча. Надо будет подружиться со своей бандой. И, в принципе, накачаться самому. То есть, делу остаётся за малым. И, надеюсь, The Escapist будет мне помогать своим рандомом. Ладно, ребят. На этом у меня всё. С вами был Дима. Удачи вам. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok